Доброе утро, друзья! Мы рады приветствовать вас в своей уютной студии, рады желать вам доброго утра. И, конечно же, с большим удовольствием выпили бы чашечку кофе с вами, но мы находимся в студии и готовы вам рассказывать самые интересные новости. Поэтому предлагаем это сделать за нас и вместе с нами. Предлагаем вместе с нами провести ближайшие два часа. А я напомню, с вами сегодня Салья Салямова и Александр Ткачев. Работаем мы в прямом эфире и вещаем сразу на двух телеканалах. Первый Крымский и Крым-24. Я думаю, что пришло время, глядя на часы, уж поговорить о новостях, наверное, самых интересных, самых актуальных. Конечно же, и самых свежих новостях. Мы расскажем о том, что же произошло за последние 24 часа. Именно сейчас я расскажу о тех интересных событиях, о которых удалось узнать нашим корреспондентам. Первый, а главное, собственный дом в Красноперекопском районе набирает обороты программа по обеспечению жильем детей-сирот. Всего в очереди стоят 40 человек. Трое из них уже летом смогут заселиться в свои квартиры. Их сейчас ремонтируют, причем учитывают пожелания будущих новоселов. Наш собственный корреспондент Евгения Довжик встретилась с теми, кто с нетерпением ждет переезда. Молодая мама Дарья из Воинки в детстве не знала, что такое родительская забота. Маленькой Карине она дарит всю свою любовь и ласку. А еще вместе они мечтают о собственном доме. Вот наш домик такой будет. Да? Угу. Здесь наше окошечко. Да? Угу. Наша дверка. Пока мечта реализовалась только в рисунках на песке. Но мама с дочкой точно знают, что у них будет большая светлая квартира и в ней обязательно кот. С папой мы не общаемся. С мамой у меня умерла в том году. Мы с мамой познакомились только в 16 лет. С этих пор я квартиру добивалась сама. Обращалась в разные суды, инстанции. Потом нам прокуратура предложила написать письмо, что у нас нет жилищных условий. Похожая ситуация и у Виктора Горбенко из Новоивановки. Родители ему заменила бабушка. С ней и еще пятью родственниками он жил в двухкомнатной квартире до 20 лет. Сегодня у Виктора уже своя семья, но жилищный вопрос по-прежнему актуален. Живу с женой, двое детей, дом тещин. Теща с нами не живет, живет отдельно на съемной квартире. Уже в этом году воинский сельский совет предоставит семьям очередников-сирот квартиры по договорам социального найма. Через пять лет их можно будет оформить в собственность. Сегодня там идет большой ремонт. В этом году у нас остались довольно-таки приличные свободные остатки. И мы решили потратить на ремонт детям-сиротам квартиры. Отремонтировать 588 тысяч было потрачено на ремонт этих вот квартир. Двух квартир, чтобы заселить две семьи. Строители уже заменили окна, установили двери. Идет внутренняя отделка. Сейчас шпаклюем откосы. В дальнейшем будем клеить обои, подраска полов. Ну, собственно, все. По поводу цвета стен и напольного покрытия советуются с будущими хозяевами, чтобы жить в первом собственном доме было в радость. А в этой квартире практически уже все готово ко встрече с новоселами. Строители постелили линолеум, поклеили обои и утеплили балкон, из окна которого открывается прекрасный вид на цветущие поля. Однокомнатная квартира в 23 квадратных метра, небольшая кухня, а самое главное – собственная ванная. Это то, о чем давно мечтали те, кто жил без родительского крова. Уже к началу лета сюда въедут новоселы. Ремонт на стадии окончания. Доставляем порожки, заделываем лентуса и квартира готова. Очередь на получение заветных квадратных метров начала формироваться еще в украинский период. Но фактически программа заработала только в российском Крыму. Приобретать жилье началось в 2016 году. За данный период мы приобрели 6 жилых помещений. Это как дома, так и квартиры для детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки и лиц из их числа. Завершается электронный аукцион, по результатам которого власти района предоставят жилье еще одному очереднику. На это уже выделены субсидии из республиканского бюджета. Всего в Красноперекопском районе ждут новоселье 40 сирот. Евгения Довжик, Дмитрий Лалетин, Новости 24, Красноперекопский район. Столица республики готовится к международной акции «Бессмертный полк». Живая история шагает по крымской земле 6 лет. В прошлом году по Симферопольским улицам пронесли портреты героев более 40 тысяч крымчан. О подготовке к патриотическому шествию расскажет Лиля Вичат. Здесь история всей страны. В канун Великой Победы люди готовятся прошагать семьями с портретами предков в рядах «Бессмертного полка». Ольга Леонова принимает участие в акции шестой раз. Она пронесет по улицам Симферополя портреты дедов. Все трое воевали. Самому младшему было 20. Вот это его первая фотография после госпиталя. Китель еще без погон. Это мой третий дедушка. Его я застала в живых и видела под кожей у него следы от контузии, следы шрапнели. Был угнан в Германию на работу. Очень тяжело работал в Австрии на шахтах. Семейные реликвии к патриотической акции тщательно готовят по всему Крыму. 9 мая историю своих родных представит и Анна Кириенко. На площадь традиционно приходит с семьей. Это Винокуров Лев Владимирович. Он закончил войну в Венгрии в 45-м. Младший брат моей бабушки, с которым они нашли друг друга благодаря бессмертному полку. Есть лето без бессмертного полка, куда каждый может вписать историю своего ветерана. И благодаря тому, что я туда вписала историю своей бабушки, потомки ее младшего брата нашли эту историю и семья фактически воссоединилась. Бессмертный полк в Крыму начался с журналистов. В 2013 году представители СМИ первыми пронесли фотографии воевавших предков по улицам столицы. Нас было сначала 90 человек, мы шли в самом конце, вот, сленами семей. Ну, на следующий год было уже порядка двух тысяч, вот, и на третий год, то есть в 2015 году это стало по-настоящему массовым движением. В акции могут участвовать все желающие. Для удобства в парке Тренева установят биотуалеты. В колонии будут находиться медработники. 15 дежурных бригад, которые окажут помощь в случае необходимости. Подготовить штендеры с фотографиями помогут в МФЦ. Каждый желающий может обратиться в любой центр МФЦ. Сейчас у нас в республике 23. И предоставить свои какие-то архивные документы. В любой МФЦ желающие могут подойти с фотографией. Мы ее отсканируем. Либо в цветном, либо в черно-белом формате. И предоставим бесплатно всем гражданам. По правилам проведения шествия, семьи с детьми идут впереди. Запрещается посторонняя символика. В прошлом году в рядах Крымского бессмертного полка прошли более 150 тысяч человек. Бессмертный полк – живая история. Наши герои пройдут в одном строю вместе с нами. В акции, патриотической акции, примут участие тысячи россиян. Это главное доказательство того, что память не имеет ни границ, ни времени. Лили Веджат, Александр Смычек, Новости 24. Такой была информация этого выпуска. Ну а мы продолжаем следить за развитием событий, которые происходят не только в Крыму, но и во всем мире. Саша, я должна тебе признаться, что впервые в этом году я пропущу, можно так сказать, парад победы и не пройдусь в бессмертном полку. Но ты знаешь почему. Не знаю почему. Потому что мы будем активно работать. И, в общем-то, завтра, дорогие друзья, я рекомендую абсолютно всем смотреть «Первый Крымский Крым 24 милет», потому что нами организовано совершенно беспрецедентное явление. Это будет акция, телемарафон. Будет много чего интересного. Всех секретов, конечно же, раскрывать не станем, чтобы это была некая интрига. Но, тем не менее, дорогие друзья, поверьте, скучно не будет никому. Так же, как не скучно нам, потому что наши коллеги из радиейной редакции прямо сейчас готовы с нами пообщаться. Здравствуйте, друзья. Мы немножечко прервемся. У нас прямое включение с нашими коллегами из «Утро нового дня». Доброе утро. Доброе утро. Ну, сегодня, смотрю, хорошее настроение. Рассказывайте, какие темы поднимаете сегодня в утреннем эфире вашем? У нас сегодня довольно актуальные темы. Первое коснется пожаров, потому что мы все знаем, что сейчас объявлен пожароопасный период. И многие из нас, крымчане, собираются в леса. Так вот, как правильно себя вести, чтобы не допустить беды? Ну и вторая тема, наверное. А еще у нас будет труженик тыла Великой Отечественной войны. Представляете, сам герой к нам придет лично в студию, мы с ним пообщаемся, обсудим историю, обсудим, конечно же, те события и его подвиги. Ну, я так думаю, что День Победы красная лента проходит по всем нашим эфирам. Этой темы мы тоже коснемся. Мы в том числе будем поднимать во втором нашем часе. И вот по первой теме, я так знаю, что леса у нас закрыты, и вряд ли получится пожарить шашлычок на 9 мая, 10, 11, 12 для крымчан. Ну, вот сегодня мы это как раз и выясним. А о чем беседуете вы? Мы сегодня говорим об охране труда. Собственно говоря, важной теме. Так что, если что, потом обращайтесь за консультациями. И для нас, да. Надеюсь, не понадобится. Надеюсь, что не понадобится. И вот во втором часе мы тоже будем обсуждать подготовку к Великому празднику, к Дню Победы и к проведению Парада Победы. Ну, желаем вам хорошего эфира. Большое спасибо. Спасибо. И вам удачи. И вам тоже. Ну, это говорит о том, что абсолютно все готовятся к Великому дню. И, конечно же, на слуху только эти события, эти мероприятия грядущие, которые уже завтра наступят. И ждем с нетерпением. И в свете их наступления особенно актуальным будет узнать, какова же будет погода. И об этом прямо сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, что же, немножко продублируем информацию для тех, кто не успел рассмотреть. Дело все в том, что ожидается высокая пожароопасность. В Симферополе переменная облачность и местами небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 21 градус. В Севастополе приблизительно такая же будет погода. Ожидается переменная облачность. Также кратковременные дожди с грозами днем. Ну, а воздух прогреется всего до 14-16 градусов. На южном берегу Крыма ситуация тоже похожая. Небольшие дожди и воздух прогреется всего лишь до 17 градусов. Теплее всего будет в Керче. Там сегодня хоть и переменная облачность и также дожди, но воздух прогреется до 23. Погода совершенно не мешает спасателям проводить свои, собственно, деятельности. Дело все в том, что, видимо, в преддверии праздников наши доблестные служители нашли два очень опасных предмета, которые удалось им полностью обезвредить. И это было в районе под Феодосией. Это авиабомбы. Я могу сказать в свою очередь, что это, конечно же, является отголоском войны. Их обнаружили в Калиновском сельском поселении в бухте Насыр. Нашел местный житель. Вес этой бомбы составляет 10 килограммов. То есть достаточно серьезная, конечно же, ее отвезли на специальный полигон и взорвали. Требуется быть особенно внимательными, потому что оба снаряда, которые были найдены, они были вполне себе в боевой готовности. И только добрый случай позволил им не взорваться. К сожалению, вот такие вот снаряды — это приветы тех тяжелых страшных лет. Но, как известно, история полна и светлыми датами. И вот чем славен сегодняшний день в хронографе прямо сейчас. 8 и 9 мая Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций провозгласила днями памяти и примирения. Признавая, что разные государства могут иметь свои дни победы, ООН предложила всем странам, пострадавшим от нацистской экспансии, учредить всеобщую памятную дату. Традиционно к событию приурочены торжественные собрания, встречи с ветеранами Второй мировой войны, возложения цветов и венков к памятникам. 8 мая 1541-го испанский путешественник Эрнандо де Сота открыл реку Миссисипи. Это крупнейшая из водных артерий североамериканского континента. Современное освоение ее бассейна привело к ряду экологических проблем, среди которых загрязнение вод сельскохозяйственными стоками. 8 мая 1713-го по велению Петра I столица России была перенесена из Москвы в Санкт-Петербург. Формального указа не издавалось, город на Неве был построен по современным канонам и географически был ближе к Европе. Петроград непрерывно оставался столицей Российской империи вплоть до 1918 года. 8 мая 1901-го родился Владимир Сафраницкий, советский пианист, профессор Ленинградской и Московской консерваторий, лауреат Сталинской премии первой степени. Один из крупнейших советских музыкантов, оказавших влияние на развитие пианистической культуры в мире. 8 мая 1945-го, 74 года назад, подписан окончательный акт о безоговорочной капитуляции Германии. После вступления документа в силу правительство вермахта было распущено, а немецкие войска сложили оружие. В СССР о капитуляции нацистов была объявлена в ночь на 9 мая. По приказу Иосифа Сталина в этот день в Москве был дан грандиозный салют. Указом Президиума Верховного Совета СССР этот день был объявлен Днем Победы. Вот мало кто знает, а вот великий пианист Сафраницкий был еще и известным, скажем так, лингвистом, потому что именно ему принадлежат всем известные фразы перевертыши, в частности, а Рагентина манит негра, который у всех на слуху. Ух ты, я даже не знала этого факта, интересно. Саша, ну а ты знаешь, что не зря говорят, что человек произошел от обезьяны, и уже даже есть этому некоторые подтверждения. Какие? Ну вот, например, в США шимпанзе по кличке Субриева стала звездой соцсетей. Дело в том, что владелец обезьяны научил ее пользоваться Инстаграм. И, как ты понимаешь, она находится, когда в социальных сетях, ставит лайки, просматривает ленту и часами сидит в Инстаграме. Очень напоминает одну мою знакомую, хочу сказать. Какую? Надеюсь, не меня? Нет, ни в коем случае. Есть одна знакомая, которая тоже любит часами сидеть в Инстаграме и лайкать фотографии. Я думаю, что это не один знакомый, таких много человек. Вообще-то целая зависимость, по-моему. Это зависимость, конечно же. Сейчас ученые подсчитали, что от 4 до 6 часов в день проводят. Это минимум времени в социальных сетях. Это очень много. И в Инстаграме, по-моему, тоже. И в Инстаграме, конечно же. Это сейчас основная социальная сеть, очень популярная. Но вот у нас уже и подготовлено видео. Предлагаем сейчас посмотреть, как же выглядит эта картина с этой милой шимпанзе, которая оказалась настолько интеллектуально развита, что лайкает и даже сама формирует свою ленту. Причем самое интересное, что пользователи отмечают, что обезьяна, в общем-то, делает это вполне осознанно. И это, по-моему, вдвойне интересно. Но, дорогие друзья, у кого-то домашний питомец – это обезьяна, а кто-то, в принципе, обходится простыми советскими собаками. И вот если у вас еще нет питомца, то как раз следующий сюжет для вас. Чуткая, уникальная Джулия ищет дом. Послушная, умная, способная в дрессировке. Возьмите, никогда не пожалеете. С ней приятно общаться. Она любит людей. Звоните. Плюс семь девять семь восемь восемь восемьсот шестьдесят три одиннадцать ноль три. Саш, ну знаешь, кто еще отличается интеллектуальными способностями? Кто? Пчелы. Вот ты когда-нибудь знал об этом, догадывался, что это очень умные насекомые? Я не знаю, насколько насекомые могут быть умными в меру того, что головного мозга у них нет, а нервная система представлена двумя ганглиями, узлами по-русски. Но при всем при том, конечно, их навыки социального поведения действительно вызывают удивление и восхищение. Но о том, насколько они умные, удалось выяснить нашему корреспонденту Алисе Троян. Во всем мире стоит острая проблема. Пчелы начали массово исчезать. Так и произошло с крымской пчелой, которая имела название Таврическая. Но крымские ученые решили найти выход из этой ситуации и вывести новую породу, которая будет отличаться особенными признаками и выносливостью. Мы пришли в гости к опытному пчеловоду, чтобы узнать, какой будет наша крымская пчелка. Здравствуйте. Здравствуйте. Олег Васильевич – потомственный пчеловод. Его отец во время Великой Отечественной войны на задании нашел разрушенную пасеку. По земле были разбросаны соты, ползали ослабевшие пчелы. Тогда разведчик дал себе слово – если выживет, посвятит жизнь этим трудолюбивым насекомым. Слово сдержал, а потом передал дело и сыну. Но несмотря на все усилия Олега Мурко, подопечные его пчелиной фермы постоянно гибнут. Во всем мире основная проблема – то, что в массовом производстве овощей и фруктов используются пестициды, гербициды. А пчелы, посещая растения, тоже и с нектаром, и с пыльцой, получают эти гербициды, постепенно происходит у них накопление. И потом в один прекрасный момент проявляется то, что они становятся и бесплодными, и малоустойчивы к болезням, и начинается массовая гибель. После войны аборигенные крымские пчелы считаются утерянными, хотя поиски этого вида продолжаются. Зоологи исследуют горную местность и леса полуострова, но табрическая пчела больше не встречается. Разновидности, которые распространены сейчас, это потомки метисы, завезенных сюда карпатских, кавказских и итальянских пчел. Но у некоторых из них в генах найдены следы того самого древнего эндемика. Главное правило при общении с пчелами – не делать резких движений, завязывать волосы и не пользоваться духами, потому что здесь есть свой особый парфюм. Побольше, побольше мне. Как говорит пчеловод, если хозяин хорошо относится к питомцам, то и пчелы у него воспитанные. Поэтому, чтобы открыть улей, Олег Васильевич не пользуется перчатками, защитным костюмом и даже маской. Но в породе он хочет вывести устойчивость к болезням, высокую медопродуктивность и способность осуществлять медосбор при высоких температурах. Это так называемый пчелиный трап. Он нужен для того, чтобы груженые пчелки не падали в траву. Им будет очень сложно оттуда выбираться. Тем более, что груженую пчелку можно сравнить с женщиной, которая возвращается из магазина с тяжелыми сумками. И поэтому им явно необходимо это приспособление, чтобы они могли беспрепятственно добраться домой. Одно из признаков породы, чтобы она была миролюбивая. Но, как правило, миролюбивые породы характерны более южным породам, где тепло, благоприятные условия. Чем севернее пчелы породы, тем они злее. Это объясняется тем, что более суровые условия и у них врагов очень много. Но это не говорит о том, что они носят мало меда. Как раз-таки у пчел, которые обладают агрессивным характером, они могут достаточно много приносить меда. Существуют питомники, где наиболее продуктивные семьи изолируют от других родов, чтобы рядом не находились неблагожелательные породы. Когда новый вид обретет определенные характеристики, порода получит паспорт. У Олега Васильевича есть специальная программа для поддержки молодых семей. Расскажите о ней подробнее. Мы используем сотохранилище, где мы зимой храним используемые пчелами летом соты, которые они сами изготавливают. В этих сотах происходит выращивание детки. Но для того, чтобы пчелы отстроили такую рамочку, мы используем деревянную заготовку. Пчеловоды изготавливают, перетягивают ее струнами и накладывают вот такую вот матрицу. Это так называемая овощина, которую изготавливают из воска пчелиного. Это нужно для того, чтобы молодой семье легче было строить вот такие вот соты. За недолгий период своей жизни, от 30 дней до нескольких месяцев, каждая рабочая пчела меняет несколько профессий. Сначала молодое насекомое укаживает за расплодом, кормит его, потом строит соты, чистит, охраняет. И затем уже вылетает и собирает пыльцу. Никогда бы не подумала, что пчелы летают на водопой. Вот здесь вот им даже добавляют соль, потому что им необходимы микроэлементы и специально ракушняк, для того, чтобы было им удобнее пить водичку. На пасеку более 30 лет не завозили никаких других пород. И этот вид уже обладает рядом положительных качеств, как, например, хорошая зимовка, миролюбивость, адаптированность. Более того, на генном уровне выявлены особые изменения, которые отличают новую крымскую пчелу от других видов. Каждая порода пчелы или каждая даже линия должна быть использована в том районе, в тех природно-климатических условиях, где она лучше всего дает эффект. И, естественно, то, что мы собираемся получить путем исследования генофонда, выбора лучших, очевидно, будет несколько линий, которые будут районированы. На южном берегу одна, на степном Крыму другая, в предгорной и горной части Крыма третья, возможно. Миролюбие, трудоспособность – качества, которые передаются по наследству. Поэтому дружелюбная крымская пчела будет внесена в единую информационную систему, что сможет в будущем возродить племенные работы и улучшить состав и качество этих работящих насекомых. Алиса Троян, Анатолий Агеев. Утро нового дня. Ну что же, пчелы, как известно, питаются нектаром и пыльцой, а автомобили питаются топливом. Я думаю, что пришло время поговорить о нем, потому что, выезжая на работу, очень полезно знать, сколько же денег придется оставить на заправке. Итак, один литр газа стоит 26 рублей 84 копейки. Дизельного топлива 50 рублей 29 копеек, 92-го бензина 46 рублей 33 копейки, 95-го 50 рублей 4 копейки и традиционно 98-й бензин, самый дорогой, 56 рублей 39 копеек. Цены на топливо стабильны, но то ли дело валюты, которые постоянно меняют свои показатели. Итак, сегодня доллар стоит 65 рублей 21 копейку, а евро 73 рубля и 8 копеек. И хорошая новость. Обе валюты за последние сутки сдали в позициях 5 и 3 рубля соответственно. И, в общем-то, это добрый знак. Может быть, к Дню Победы они вообще станут совсем дешевыми, и мы сможем их использовать не в самых необычных целях. Саша, ну вот ты сейчас рассказывал о топливе, о курсе валют. А я хочу рассказать тебе о том, что скоро Симферополь преобразится. Это мы вам обещаем. Дело в том, что в парке Гагарина высадили около 50 видов экзотических растений. И я думаю, что, конечно же, это преобразит его. Очень важна эта информация, потому что на самом деле не просто в будущем, а уже преобразили. Есть такое искусство, называется топиар. Это когда из вечно зеленых кустарников выстригают разные формы. Ну, скажем... Ух ты, конечно, это мы все видели, в фильмах видели. Вот так вот, более того скажу, что в Гагаринском парке появился конь. Конь, выстриженный из куста. Поэтому, дорогие друзья, мы приглашаем вас, абсолютно всех, симферопольцев и гостей из столицы завтра быть в Гагаринском парке. Там будет работать наша студия. Кстати говоря, мы с Ильей будем начинать, собственно говоря, мероприятие, начинающееся там. И, дорогие друзья, если у вас есть что рассказать о ваших великих родственниках, которые приблизили победу, милости просим, мы рады вас будем видеть. Конечно, обязательно. Приходите к нам, присоединяйтесь. Будем вместе поднимать настроение, будем вместе освещать все события. И действительно, как сказал Саша, у вас есть возможность рассказать об истории своего родного героя. Ну, а я бы хотела сказать немного слов по поводу Парада Победы. В этом году ожидается около 40 тысяч человек и даже больше. А также примет участие колонна из 37 единиц военной техники. Ну, и будут принимать участие военнослужащие. Мероприятие будет очень ярким и насыщенным. Конечно же, главная, наверное, его достопримечательность – бессмертный полк. Море людей, которые вынесут своих, в общем-то, портреты своих великих… Дедов, прадедов, бабушек. Дедов, прадедов, бабушек. Прабабушек, может, родители. Показать их всему миру. Показать всему миру, кто приблизил и кто сделал эту победу. И особенно отрадно, что такие люди еще живы и готовы поделиться своими историями. И следующий сюжет как раз об одном из таких героев. Говорят, война – не женское дело. Раиса Андронова в составе 51-й армии прошла всю Великую Отечественную. Вспоминает, как в 19 лет совсем еще девочкой сбежала на фронт. Не могла остаться в стороне, когда узнала о наступлении немцев. И я окончила 10 классов в 41-м году. Ну вот, а была комсомолка. Я знала, что немцы будет тяжело. Родом Раиса Исаковна из совхоза «Красный». Сейчас это поселок Мирный Симферопольского района. В 1941 году вместе с добровольцами уехала на Кубань. Путь был сложный. Многие до пункта назначения так и не добрались. И один раненый, и молодой. Так он кричал страшно. А я подошла. Думала, может, он воды хочет. А он дает винтовку, а я еще ее не держала в руках. И говорит, сестра, на, убей меня, убей. Сначала девчонок не хотели набирать, но к концу 41-го года выбирать уже не приходилось. Так Раиса попала в Новороссийск. 143-й зенитно-артиллеристский дивизион противовоздушной обороны. Сначала я попала на прожектор. Спросил физику, знаешь, ну, чтоб дала луч и сама не сгорела. Им нужно было ослеплять летчиков вражеских самолетов и передавать их зенитчикам. Как работает прибор, Раиса Исааковна помнит до сих пор. Все, 27 миллиметров надо поставить уголь, а потом открыть люк, поставить, закрыть люк и дать включить трубельник, самолет, чтоб был в луче. Его надо поймать там. штангу водить. За каждый пойманный самолет на обратной стороне прожекторов рисовали звездочки. У Раисы Андроновой таких было восемь. Помогло и то, что в юности, еще до войны, занималась в летной секции. В 16 лет впервые прыгнула с парашютом. Поэтому, когда понадобились бойцы, ни минуты не сомневаясь, сделала шаг вперед. Командир роты. Я говорю, у меня есть документ на летчика, на хоть кукурузинке летала, и меня перевели. После Новороссийска в Сталинград, уже в качестве пилота, была комсоргом целой роты. Раиса Андронова служила в разведке вместе с знаменитыми ночными ведьмами. Так советских летчиц называли фашисты. Подбили ее самолет только один раз, 3 февраля 1943 года. Самолет начал гореть. Ну, вот у меня ранение, тут голову зашло, нога, ну, плечо, ну, легкое. Но я, когда штурвал бросила, я еле нажала кольцо парашюта. Я спрыгнула. Самолет взорвался. Позднее, за мужество и отвагу, проявленную во время битвы за Сталинград, летчица получила орден Красной Звезды. Затем их дивизион объединили с 51-й армией и отправили в Крым. Как отвоевывали полуостров, забыть не удастся никогда. Самый страшный бой это Новороссийск, а потом начало Крыма. Через Чушку на Керчь переходили сапога по трупам. Их дивизион защищал завод имени Войкова в Керчи. Когда с заданием справились, солдаты двинулись на Симферополь. Первыми в город вошли танкисты, пехота, а потом все остальные. На Симферополь, через Старый Крым, там одержали ужасные бои, но немцы уже отходили. Дальше Румыния, Венгрия, Чехословакия. Война для Рейсы Андроновой закончилась в Братиславе. Сейчас ей 97 лет. Почти со всеми домашними хлопотами справляется самостоятельно. Дома чистота и порядок, в саду выращивает розы. О великом подвиге напоминают ордена и медали на груди, число которых она никогда не считала. Татьяна Балыкина, Алексей Семенов, Утро нового дня. Дорогие друзья, мы напоминаем, что 9 мая это большой праздник. Мы отмечаем 74-ю годовщину Победы. Но есть еще один праздник для крымчан. 75-летие освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков. И каждый город считает большой честью провести это мероприятие ярко и празднично. Вот, например, в Ялте в шествии Бессмертный полк примет участие около 5000 человек. Они пройдут от гостиницы «Арианда». И, конечно же, начнутся мероприятия в 10 утра на мемориале «Холм славы», где состоится торжественный митинг и возложение цветов к вечному огню. Конечно же, закончится все торжественным концертом, который будет проходить возле знаменитого Круглого фонтана. Там будут выступать коллективы, но в 21.00 будет грандиозный фейерверк. Приглашаем всех. А в 21.00 стоит отметить, небо над городом озарится праздничным фейерверком. Ну и также стоит отметить, что совместно с русским драматическим театром имени Горького мы создали ролики, посвященные Дню Победы и предлагаем их посмотреть. Субтитры создавал DimaTorzok Немец был силен и ловок. Ладно скроен, крепко сшит. Он стоял, как на подковах. Не пугай, не побежит. Сытый, бритый, береженный, дармовым добром кормленный, на войне в чужой земле, отоспавшийся в тепле. Он ударил, не стращая, бил, чтоб сбить наверняка. И была, как кость большая, в русской варежке рука. Не играл со смертью в прятки. Взялся, бейся и молчи. Теркин знал, что в этой схватке он слабей. Не те, хорчи. Бьются двое в клубах пара. Об ином уже не речь. Ладит теркин от удара, хоть бы зубы заберечь. Двое топчутся по кругу, словно пара на кругу. И глядят в глаза друг друга. Зверю зверь и враг врагу. Как на древнем поле боя, грудь на грудь, что щит на щит. Вместо тысяч бьются двое, будто схватка все решит. А вблизи от деревушки, где застал их свет дневной, самолеты, танки, пушки у обоих за спиной. Но до боя нет им дела. И ни звука с тех сторон. В одиночку, грудью, телом бьется Теркин, держит фронт. Бьется насмерть парень бравый, так что дым стоит сырой, будто вся страна-держава видит Теркина герой. Кто одной боится смерти, кто плевал на сто смертей, пусть ты черт до нашей черти, всех чертей, в сто раз чертей. Хорошо же, и тогда-то, боль и злой собрав кулак, незаряженной гранатой Теркин немца слева снег. Немец охнул и обмяк. Теркин ворот нараспашку, Теркин сел, глотает снег, смотрит грустно, дышит тяжко, поработал человек. Хорошо, друзья, приятно, сделав дело ко двору в батальон идти обратно из разведки поутру, по земле ступать советской, думать, мало ли о чем. Автомат нести немецкий, между прочим, за плечом, языка добычу ночи, что идет куда не хочет, на полшага впереди подгонять. Иди, иди, видеть, знать, что каждый встречный, поперечный это свой. Не знаком, а рад сердечным, что вернулся ты живой. Ну что же, я предлагаю вот этой минорной все-таки ноты перейти к более мажорным аккордам и поговорить с нашим гостем, который уже в студии. Да, а я напомню, что у нас впереди четыре выходных дня, я думаю, что многие крымчане, конечно, захотят воспользоваться такой возможностью, чтобы выбраться на природу, там организовать себе пикничок, да, и, конечно, приготовить шашлыки. Но о том, насколько это безопасно, расскажет нам сегодня Александр Владимирович Казенец, заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС Республики Крым. Здравствуйте. Здравствуйте. Александр Владимирович, так насколько безопасно сейчас выходить на природу? Для природы, в первую очередь. Для природы. Спасибо за приглашение, спасибо за предоставленную возможность. В первую очередь, по этому поводу, хотелось бы сказать, что 6 марта текущего года Советом Министров Республики Крым была проведена очередная комиссия по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Республики. В ходе этой комиссии было утверждено особый порядок посещения лесов и постановлением Совета Министров номер 167 27 марта этого года был с 1 апреля 2019 года введен летний на территории Республики Крым введен летний пожароопасный сезон, который устанавливает особый порядок посещения лесов на территории Республики. Что это значит? Не значит ли, что они уже закрыты для посещения? Это не значит, что леса Крыма закрыты для посещения, однако это устанавливает определенные правила поведения в лесах, в том числе разжигание костров, курение и так далее. Скажите, пожалуйста, а все ли территории Крыма, я так полагаю, что пожароопасная ситуация, она по всему Крыму, все ли регионы Крыма однородны в своей опасности или есть какие-то более пожароопасные, менее пожароопасные? Этот прогноз предоставляется Центром антистихии МЧС России на неделю. Вот, допустим, на эту неделю наиболее пожароопасные регионы это Симферополь, Белогорск, а также наши южные регионы это Ялта и Алушта. Там сейчас чрезвычайная пожарная опасность. С чем это связано? Это связано с высокой устойчивой сухой погодой, с возможностью развития пожаров, наличием ветра и так далее. Александр Владимирович, ну вот вы сказали, что сейчас вводятся особые правила нахождения в лесу, да, вот хотелось бы, чтобы вы их озвучили. Я так понимаю, что теперь разжигать костры можно только в специально оборудованных местах? Все правильно. Теперь разжигать костры в лесах повсеместно запрещено. Лишь на отведенных участках, где это допустимо, где лесные хозяйства оборудовали площадки для разведения. Это, наверное, будут платные площадки? Ну, не всегда. Платные мангалы, да? Не всегда. Это платные площадки, но также имеются и такие вот рода услуги. Но в обязательном порядке на этих площадках должны быть средства, первичные средства пожаротушения, вода, лопаты, песок для возможности в кратчайшие сроки потушить. А что будет, что сулит тем, кто нарушит эти правила? Кто решит где-нибудь в лесу организовать все-таки пикник? Сейчас проводится межведомственная комиссия рейды, патрулирование лесов. И в случае выявления пала костров, пала сухой растительности, травы, нарушителям грозит административная ответственность, штраф. Скажите, а вот я знаю, что очень многие туристы, по крайней мере, большая часть, давно перешли уже на так называемые газовые горелки. Они носят с собой баллоны. Такой вид, скажем, согревания пищи, он допустим? Он допустим на специально отведенных площадках. Также разведение открытого огня, это тоже, газовые горелки, тоже открытый огонь, допустим на специализированных площадках. То есть тут, наверное, следует подчеркнуть, что любой открытый огонь запрещен. Запрещен. То есть будь то костер или будь то газовая горелка, там, я не знаю, бензиновый какой-нибудь. Да, в этот период особый летний пожароопасный сезон применения открытого огня в лесах за пределами специализированных площадок запрещен. А были уже какие-то прецеденты? Может быть, уже приходилось тушить пожары или были где-то очаги возгорания? Да, вы знаете, к сожалению, такие факты имели место. Это, наверное, в майские праздники как раз-таки, да, начали? И сухая растительность, трава, и подстилка лесная уже имели место быть. Такие факты привлечены к административной ответственности ряд лиц. То есть такие факты уже установлены, к сожалению. Скажите, а нет ли у вас информации, какая сумма, на какую сумму придется раскошелиться приступившим законам? От двух до трех тысяч рублей, согласно статье 20.4 административного кодекса Российской Федерации. Будет штаб. А в том случае, если нанесен урон хозяйству лесному, компенсируют ли его? Тут вплоть, смотря зависимости от нанесения урона, вплоть до уголовной ответственности. Даже так? То есть даже может светить тюрьма за то, что будешь разжигать костюм? Если большой ущерб, если, не дай бог, допущена гибель людей, то уголовная ответственность предусмотрена. Александр Владимирович, а вот не кажется, что слишком рано в этом году начали вводить такие правила? Пожароопасный период начался. Вы знаете, у нас довольно-таки в этом году рано началась сухая, устойчивая, ветреная погода, поэтому ежегодно, традиционно пожароопасный сезон вводится исходя из текущей ситуации, исходя из метеоусловий. Вот в этом году ситуация сложилась именно так. А вот нет ли мыслей по поводу того, чтобы закрыть леса пораньше, не дожидаться первого июля? Ну, это было бы кощунственно по отношению к нашим все-таки гражданам, к нашим гостям. К нашим гостям все-таки введение летнего особого пожароопасного сезона не исключает посещение наших достопримечательностей, наших красот, но тем не менее необходимо соблюдать правила. Александр Владимирович, у нас, к сожалению, истекает время. Я прошу вас напоследок рассказать крымчанам, что же все-таки делать, если вдруг они где-то в лесу увидели очаг возгорания? Ну, там, проходя мимо, скажем. Куда сообщать? В первую очередь необходимо вызвать специалистов, вызвать подразделения пожарной охраны по номеру 101 или 112. Это необходимо сделать в первую очередь для того, чтобы сократить время прибытия специализированных подразделений. Также по возможности необходимо приступить к тушению пожара подручными средствами, забить пламя, возможно веткой. Если есть поблизости вода, можно затушить, засыпать землей, закидать и так далее. Также хотелось бы обратить внимание на то, что оставленный мусор, оставленные стеклянные бутылки, оставленные осколки от бутылок способствуют возникновению пожара в случае попадания солнечных лучей. Поэтому, пожалуйста, дорогие гости, прошу вас убирайте в случае наличия мусора, убирайте за собой, особенно в лесах, за собой все вещи. Одним словом, берегите природу, мать вашу. Да. Большое спасибо вам за рассказ. Я думаю, что и гости, и крымчане прислушаются к вашим советам. Спасибо большое. А я напомню, у нас сегодня в гостях был Александр Владимирович Казинец, заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС Республики Крым. Ну что же, от крымских лесов я предлагаю перейти к крымскому интернету Крым Онлайн прямо сейчас. На Южнобережном шоссе недалеко от Семиса столкнулись две иномарки. Одна из них перевернулась. Кадры аварии попали на видеорегистратор проезжающего автомобиля. О пострадавших не сообщается. В Феодосии грузовик провалился задним колесом в большую яму на дороге. Автомобиль сильно накренило. Не повезло и автобусу, который следовал по дороге Судак-Грушевка. Машина с людьми съехала с дороги. Пассажир и водитель не пострадали. В Севастополе задержали бизнесмена, который продавал контрафактный алкоголь. 55-летний мужчина уже имеет собственный магазин. Там он избывал некачественный продукт без маркировки. Неудачливого предпринимателя правоохранители задержали на месте. А вот как работают коммунальщики в Алуште. Пустили пыль в глаза в прямом смысле слова. В соцсетях разместили ролик «Как нельзя переходить дорогу». Материалами для учебного пособия стали кадры с видеорегистратора, на которых крымчанка не спеша переходит дорогу. Спокойствие не покинуло героиню, даже когда машина оказалась в миллиметрах от нее. Продолжение знаменитого фильма «Гардемарины вперед» начали снимать в Крыму. По сюжету события разворачиваются на фоне русско-турецкой войны. В картине снимаются Александр Домогаров, Дмитрий Харатьян, Михаил Боярский, Кристина Арбакайте и другие звезды отечественного кинематографа. Ну что же, я предлагаю двинуться дальше и от, собственно, Крыма онлайна перейти к насущным делам, так сказать, инвиво, посмотреть, что творится на улицах Симферополя. И для этого наш мобильный корреспондент Стефан Филатов присутствует как раз таки в центре города. Стефан, здравствуйте. С добрым утром, коллеги, с добрым утром те, кто присоединился к нашему эфиру. Начну, конечно же, с погоды. Сегодня с самого утра небо было затянуто тучами, тем не менее солнце уже пробилось. Но синоптики предупреждают, сегодня все-таки стоит ожидать дождя. Должен он пройти в середине дня, но всех спешу заверить, что он будет небольшой, непродолжительный. Также сейчас температура 11 градусов, в течение дня воздух прогреется до 17 градусов. И еще нашел в качестве разговора о погоде нашел еще несколько интересных подробностей. Дело в том, что самым холодным этот день был в 1999 году. Тогда столбики термометров остановились на отметке 0 градусов. А самым жарким этот день был в 1943 году. Тогда, только представьте, температура была 38 градусов. В таких действительно тяжелых, горячих условиях приходилось воевать нашим прадедам, героям, бороться за нашу свободу, отстаивать Родину. 9 мая самый главный праздник нашей страны. И он приближается уже завтра. В преддверии состоялись уже десятки тематических мероприятий торжественных. Прошли они и в Крыму, ну и, конечно же, в Симферополе. Открываются выставки. И вот одна такая тематическая выставка открылась вчера буквально на площади Ленина. Называется она Крым в годы Великой Отечественной Войны. Здесь вы можете видеть за моей спиной расположен ряд стендов, на них фотографии с фронтовых времен. Здесь достоверные факты, очень много информации. Информации о наступательных операциях, о партизанском движении. Это действительно очень интересно. И вот глядя на все это действительно понимаешь, понимаешь отчетливо, что никто не забыт, ничто не забыто. Коллеги, передаю вам слово. Спасибо большое, Стефан. Спасибо большое. Ну а сейчас время самое рассказать о том, как же сражался сожженный Севастополь. Абсолютно верно. И в этом смысле произошло очень интересное событие. Архив города Севастополя государственный архив предоставил в открытый доступ уникальные фотографии, которые мы готовы вам, дорогие друзья, показать. Вот первая из них собственно сейчас на заднем плане. Ну а я бы хотела напомнить нашим зрителям, что Севастополь был одним из первых советских городов, которые подвергся фашистским авиаударам, что фарватер главной базы Черноморского флота противник начал обстреливать рано утром 22 июня 1941 года. И тогда советские войска смогли дать отпор. Конечно же, потом немецко-румынская армия, она предпринимала попытки захватить город. И несколько раз городу приходилось обороняться. Первый раз с 30 октября по 21 ноября 1941 года. Потом длилась оборона до 4 июля 1942 года. Но, конечно же, об этих событиях знают абсолютно все, абсолютно каждый. И школьники, надеюсь, тоже. Уникальный кадр работы подпольного цеха в Севастополе. Мы знаем, что Севастополь стоит на катакомбах. И в катакомбах располагались цеха, где люди готовили, ну скажем, в частности, для потребностей фронта. Вот мы видим, как готовили снаряды. Очень много интересных фотографий. В общем, полу-почти разрушенный в Севастополе залпы орудий. Я рекомендую абсолютно всем интересующимся историей обратить внимание на эти очень интересные кадры. Я предлагаю даже, возможно, пересмотреть фильмы на военную тематику. Я очень часто так делаю. И вот таким образом даже подготовиться к параду победы. Она ощущается после этого еще как-то более эмоционально. Ну, я предлагаю от архивных кадров перейти к все-таки к новостям интернета прямо сейчас. Бессмертный полк прошел по Нью-Йорку. В этом году отмечается самое массовое шествие. Оно собрало 2000 человек. В строю прошли не только выходцы из стран СНГ, но и американцы, которые тоже хотели почтить память своих предков, воевавших во Второй мировой войне. Житель Екатеринбурга Роман Бутин создает необычные монеты. Его творения известны далеко за пределами России. Мужчина гравирует металлические изделия очень необычным образом. В его работах спрятаны ловушки и секретные рычаги. Каждая деталь создана вручную. 50-летний инженер из Сиэтла создал экологически чистый автомобиль. Транспорт работает на человеческой тяге. Агрегат можно разогнать до 100 км в час. Для того, чтобы повернуть машину, надо наклониться в ту или другую сторону. Автомобиль фиксирует пульс, давление и даже калории пассажиров. В сети появилось видео мощного урагана, который обрушился на Индию. Циклон ломал деревья, поднимал воздух многотонные автомобили и сносил огромные башенные краны. Властям Индии пришлось эвакуировать людей с прибрежной зоны и отменить более 220 поездов. В районе, где проходит граница между Аргентиной и Чили, можно найти огромное озеро. Оно принадлежит двум государствам. Известно стало благодаря мраморным пещерам. Раньше они были совершенно недоступны для человека из-за ледника, который преграждал путь к ним. С течением времени ледник растаял, открыв прекрасный вид. Белый кит из России напугал норвежцев. Его заподозрили шпионажи. Белуху заметили рыбаки. Внимание привлекли ремни на теле животного. Как оказалось, их помощью крепилась небольшая видеокамера. Теперь военные эксперты в Скандинавии вполне серьезно рассуждают. Мол, белуха только на первый взгляд кажется такой безобидной. А на самом деле это русский кит-разведчик, который следил за норвежскими подводными лодками. Видимо, сказки популярны там не только среди детей, но и взрослого поколения. Ну что же, у нас тоже есть видеокамеры, которые, можно сказать, тайком снимают вас, дорогие друзья, когда вы даже об этом не подозреваете. Они располагаются в самом центре наших городов крымских. И в частности мы готовы прямо сейчас вам рассказать и показать. Конечно же, сначала покажем сердце крымской столицы. Это площадь Ленина. Известно, что там открылась тематическая выставка, которая называется «Крым в годы Великой Отечественной войны». И на одном из стендов с помощью приложения можно телефон приложить к QR-коду, которое покажет видео, связанные с историей, связанные с войной. И, конечно же, все это будет в формате дополнительной реальности. Давайте двинемся дальше. Я предлагаю перейти на площади другого города. Города, наверное, наиболее заслуживающего почести в этот день, в эти дни. Я имею в виду, конечно же, Севастополь. Но я должен сказать, что в Севастополе менее напряженная ситуация. Я имею в виду с точки зрения пешеходного движения. Людей немного, но видно, что город активно готовится к мероприятиям. Мы видим заборы, которые ограждают площадь, где будут происходить концертные мероприятия. Так что в Севастополе скучно тоже не будет. Но стоит отметить, Саша, что вчера мы видели другую немного картинку. Там находились курсанты Черноморского флота, потому что там тоже проходила репетиция Парада Победы. Сегодня курсантов нет. Это говорит о том, что вся репетиция уже завершена. Осталось уже наблюдать сам Парад Победы. Я предлагаю наблюдать его, конечно же, вживую. А что еще можно посмотреть в Крыму много чего интересного. В частности, уникальные пляжи, чем славен полуостров. И об одном из них в следующем сюжете. Золотой пляж, визитная карточка Феодосии. Те, кто отдыхал здесь, говорят о красоте этих удивительных мест. Друга прибрежной зоны 15 километров. В 2018 году этот пляж возглавил топ-десятку лучших прибрежных территорий России. Завороженной красотой и чистотой песчаного ландшафта тысячи отдыхающих останавливаются в Приморском, Береговом и Феодосии. В разгар весны пляж полон цветущих растений. Раньше стационарных построек были только одноэтажные домики и турбазы. Сейчас пляж активно застраивается. Пляжную зону сдают в аренду. Роман-художник. К нему обратились с предложением оформить пляж. Так, штрих за штрихом, линия за линией, формируется новый восточный антураж. Администрация обязала всех владельцев пляжа дать им название пляжам. И владелец пляжа придумал название Бомбей, обратился ко мне, что какие ассоциации это у меня вызывает. Я Бомбей, курорт, Индия. И поэтому был задан стиль. Казалось бы, сделали все. Имя пляжам дали, стиль продумали до мелочей. Но вот про краснокнижные растения, которые растут под ногами, забыли. А ведь этот пляж уникален тем, что свои корни в его сухой почве пустили редкие, особенно стойкие и выносливые растения. Местная флора практически полностью занесена в Красную книгу России. Песчаные пляжи вообще уникальны по себе. Это небольшая полоска шириной 5-10 метров. И там обитают только те виды растений, которые могут жить исключительно там. Они больше в другом месте нигде не могут жить. О создании здесь заповедной зоны речь не идет. Оценить уникальность флоры дано только специалистам. Ни толпы курортников, ни местные власти закрывать пляж не планируют. Для того, чтобы создать заповедную зону республиканского масштаба, ну, наверное, недостаточно. Здесь произрастает каких-то краснокнижных растений. Благоустройство набережной лишило Крым еще одной природной достопримечательности. Тракторы безжалостно распахали такую редкую для нашего полуострова песчаную дюну. Уничтожили всю растительность. И в первую уже зиму этот песок, естественно, незакрепленная растительность, он сдулся ветром на проезжую часть. Фотографии у нас есть в отчете. Сдулся туда, в населенный пункт. Сразу ширина пляжа метров на 5, на 10 уменьшилась. Правда, гостей, жителей поселка такие подробности интересуют мало. Для них важнее, чтобы было чисто и удобно. О судьбе редкой флоры они не задумываются. Там трава непонятная, там ящерицы, там несколько раз змеи детей кусали. На самом деле, потому что там не пускают. Якобы это трава какой-то красной книги, такой пляж иметь, и не иметь ни дорожек, ни лавочек. Море есть, песок есть, больше ничего не нужно. Почистить бы только. Очень много, правда, мусора, и за собой не убирают никто. То есть люди приезжают и оставляют после себя гору мусора. Уникальные растения, море, дюны. Все это сочетается в одном природном комплексе под названием Золотой пляж. Хочется надеяться, что потомкам останется не только ровная и комфортная площадка для принятия солнечных ванн. Ольга Литвиненко, Алексей Староженко. Утро нового дня. Еще раз доброе утро, друзья. Мы приветствуем всех, кто проводит время вместе с нами и кто только-только присоединился. Добро пожаловать к нам. К нам. Салия Салямова и Александр Ткачев рады вас приветствовать. Мы работаем в прямом эфире сразу на двух телеканалах. Первый Крымский и Крым-24. И призваны сообщать вам только добрые и интересные новости. И, кстати, о новостях. Сейчас прямо о них и расскажем, что же интересного произошло у нас в республике, что интересного удалось разведать нашим корреспондентам. И именно то, что касается Крыма, что же здесь произошло за последние 24 часа, предлагаю узнать вместе с нами. Краски, кисти, веники. Сегодня главные атрибуты на пляжах полуострова. В Крыму готовятся к началу высокого сезона. Тем временем, первые гости уже едут в республику. На майские праздники ждут свыше 240 тысяч туристов. Как крымские прибрежные зоны приобретают летний лоск в материале наших корреспондентов. Жители северного Крыма предпочитают прибрежную зону Роздольнинского района южным и западным пляжем. Сергей Михайлович после выхода на пенсию все свое время посвящает рыбалке. Вот уже около 10 лет приезжает на Бакальскую косу. С санитарным состоянием пляжа доволен. Они все время выводят мусор. Работают работают все время по всему берегу. Молодцы. Убирают? Да, убирают обязательно. Обязательно. И вот здесь стоит контейнер вот прицеп они трактор и выводят все постоянно. А вот в поселке Портовое подготовка пляжа еще идет. Первые результаты уборки оценивают отдыхающие. Более-менее. Можно, конечно, лучше, но неплохо. На пляже убирается. Единственное, комка, конечно, никуда от этого не деться, но мы тоже из этого пользу получаем, дышим йодом. Особое внимание уделили состоянию морского дна под пристальным контролем анализы воды и песка. Водолазное обследование на пляже произведено. Сегодня получено заключение ГИМС. Проведены обследования воды и песка. Ну и, собственно говоря, сейчас производится уборка пляжа. Ну и, собственно говоря, вся инфраструктура, которая на пляже должна быть, мы ее подготавливаем. Подготовка ведется и в саках. Запах краски и шум моторной лодки. Сотрудники санатория окрашивают металлоконструкции и расставляют в море Буи. Пляж общего пользования открыт для всех желающих. Для того, чтобы гости чувствовали себя комфортно, а доступ к морю всегда был открыт, в санатории оборудовали специальный проход. Тут еще появятся дорожки, урны и раздевалки. Полностью он заработает к началу летнего сезона. Однако еще не все взялись за дело. На соседней территории мусор, принесенный последним штормом от сотрудников, пока не видно. Все пляжные территории проходят подготовку согласно плану. К 1 июня должны быть уже готовы полностью получить паспорт пляжа. Больше всего туристов в Ялте. Тут гости со всех уголков страны. Прогуливаются, наслаждаются морем и запахом краски под мелодией строительных инструментов. Для южной столицы полуострова эта подготовка затянулась. Мы же понимаем, что всегда вмешивается наш природный фактор. Это шторм, который у нас только недавно прошел в Ялте. Тем временем в республику ежедневно приезжают тысячи туристов. В этом году планируют побить прошлогодний рекорд майских праздников. Ждут 240 тысяч гостей. Если говорить вообще о первом квартале, то мы выросли по отношению к прошлому рекордному заезд по советский период на 30 с небольшим процентом. Юлия Калинина приехала в Коктебель из Москвы. На восточном побережье полуострова она отдыхает в первый раз. Здесь еще многое. Есть над чем работать, скажем так. Вода, конечно, сейчас кажется чистой. Мало кто купается, она довольно прохладная. Но говорят, что сточные воды наносят запашок свой. И запах правда есть. Недавно на пляже обнаружили незаконную канализационную трубу. Также дела обстоят в Феодосии. На центральной набережной витает характерный дух. Сточные воды ливневой канализации впадают прямо в Черное море. Тем временем в городе готовят пляжи к курортному сезону. Их более 70. Техническая готовность пляжей у нас была до 1 мая. Сейчас идут до работки, которые мы не успели предоставить. Это получение акта ГИМСа, водолазное обследование и санитарного санэпидозаключения от ВКБУ с города Симферополя. Так, в Крыму стартует туристический сезон. Пока под звук дрели и запах краски. Но уже к 1 июня все пляжи должны быть полностью готовы к встрече гостей. Анастасия Кошель, Евгения Довжик, Светлана Ермильченко, Рустам Файзулин, Дмитрий Лалетин и Олег Черемисов. Новости 24. А столица республики в свою очередь готовится к международной акции «Бессмертный полк». Живая история шагает по крымской земле уже 6 лет. В прошлом году по Симферопольским улицам пронесли портреты дедов и прадедов более 40 тысяч крымчан. О подготовке к патриотическому шествию расскажет Лиля Беджат. Здесь история всей страны. В канун Великой Победы люди готовятся прошагать семьями с портретами предков в рядах «Бессмертного полка». Ольга Леонова принимает участие в акции шестой раз. Она пронесет по улицам Симферополя портреты дедов. Все трое воевали. Самому младшему было 20. Вот это его первая фотография после госпиталя. Китель еще без погон. Это мой третий дедушка. Его я застала в живых и видела под кожей у него следы от контузии и следы штрапнели. Был угнан в Германию на работу. Очень тяжело работал в Австрии на шахтах. Семейные реликвии к патриотической акции тщательно готовят по всему Крыму. 9 мая историю своих родных представит и Анна Кириенко. На площадь традиционно приходит с семьей. Это Винокуров Лев Владимирович. Он закончил войну в Венгрии в 45-м. Ваши брат моей бабушки, с которым они нашли друг друга благодаря бессмертному полку. Есть лето без бессмертного полка, куда каждый может вписать историю своего ветерана. И благодаря тому, что я туда вписала историю своей бабушки, потомки ее младшего брата нашли эту историю и семья фактически воссоединилась. Бессмертный полк в Крыму начался с журналистов. В 2013 году представители СМИ первыми пронесли фотографии воевавших предков по улицам столицы. Нас было сначала 90 человек, мы шли в самом конце, с женами семей. На следующий год было уже порядка двух тысяч. И на третий год, то есть в 2015 году это стало по-настоящему массовым движением. В акции могут участвовать все желающие. Для удобства в парке Тренева установят биотуалеты. В колонии будут находиться медработники. 15 дежурных бригад, которые окажут помощь в случае необходимости. Подготовить штендеры с фотографиями помогут в МФЦ. Каждый желающий может обратиться в любой центр МФЦ. Сейчас у нас в республике 23. И предоставить свои какие-то архивные документы. В любой МФЦ желающие могут подойти с фотографией, мы ее отсканируем, либо в цветном, либо в черно-белом формате и предоставим бесплатно всем гражданам. По правилам проведения шествия семьи с детьми идут впереди. Запрещается посторонняя символика. В прошлом году в рядах Крымского бессмертного полка прошли более 150 тысяч человек. Бессмертный полк живая история. Наши герои пройдут в одном строю вместе с нами. В акции, патриотической акции примут участие тысячи россиян. Это главное доказательство того, что память не имеет ни границ, ни времени. Лили Веджат, Александр Смычек, Новости 24. Такой была информационная картина глазами наших журналистов. Но, конечно, эта картина не полная, поэтому мы ее дополним своими, так сказать, информационными мазками. Более того, будем дополнять ее в течение всего дня, поэтому не переключайте канал, смотрите только Первый Крымский и Крым 24. Ну что же, я хочу сказать, что майские праздники, особенно дни, предшествующие 9 мая, действительно насыщены событиями. В частности, в музее Симферополя открывается уникальная выставка, называющаяся «Вновь старое радио». Там будут представлены просто совершенно уникальные экспонаты, которые сделали в советские годы. То есть, я имею в виду, радиоприемники на всех заводах Стрыны, начиная от Минска, заканчивая Прибалтикой, Иркутском и так далее. Ну, а я предлагаю посетить еще одну выставку, которая проходит в зале Симферопольского художественного музея. Там будут представлены работы ветерана Великой Отечественной войны, Николая Солопова. И, в частности, будет представлено около 40 его работ. И организаторы предлагают в первую очередь обратить внимание на эти работы, обратить внимание на портреты, потому что они отличаются от работ других художников и такой вот тщательной детализации. Более того, скажу, что жизнь этого человека уникальна. Он профессиональный военный полковник, который, ну, скажем, под конец жизни решил все-таки приобрести высшее художественное образование. Собственно, что он и сделал. Поэтому его картины по-особенному интересны. Ну, а что именно посетить? В общем-то, друзья, выбор за вами. Для этого специально мы подготовили афишу, где расскажем, что же происходит сегодня в Симферополе. 8 мая в Крымской республиканской библиотеке имени Ивана Франко открытие книжной выставки навечно в нашей памяти. На экспозиции представлены краеведческие материалы, посвященные освободительному движению партизан и подпольщиков в годы оккупации полуострова. Начало в 10.00. В 11.00 одновременно у всех 66 симферопольских мемориалов воинской славы стартует акция «Нам доверена память». К памятникам возложат цветы у братских могил священники Симферопольской и Крымской епархии отслужат божественную литургию. В камерном зале Крымской государственной филармонии пройдет концерт «Споемте, друзья», посвященный Бессмертному полку. В программе песни военных лет в исполнении ведущих солистов и коллективов. Начало в 15.00. В Симферопольском центре эстрадного искусства пройдет концерт «Вы героями возвратились домой». В программе прозвучат шлягеры военных лет в сопровождении уникальной видеоинсталляции. Начало в 16.00. Вход свободный. В русском драматическом театре имени Горького пьеса «Они были актерами». Спектакль посвящен подпольной группе «Сокол», боровшейся за свободу Родины в годы фашистской оккупации Крыма. Подпольщиками были актеры театра, расстрелянные врагом 10 апреля 1944 года. Герои не дожили три дня до освобождения Симферополя. В 1974 году спектакль был удостоен государственной премии СССР. Начало в 19.00. В Ялтинском театре имени Чехова спектакль «Концерт прощай! Конферансье». Действие происходит в последние мирные дни перед Великой Отечественной войной и захватывает ее начало. В пьесе нет великих подвигов или сражений. Ее герои артисты застегнутые войной врасплох. Начало в 19.00. Друзья, куда бы вы не отправились, вам наверняка понадобится до туда добраться. А, собственно говоря, исходя из этого, цены на бензин станут вполне себе актуальными. Давайте о них и поговорим. Ведь они, как известно, тоже имеют свойство меняться. Хотя не так быстро, как валюта. Итак, один литр газа сегодня стоит 26 рублей 84 копейки. Дизельного топлива 50 рублей 29 копеек. 92-го бензина 46 рублей 33 копейки. 95-го 50 рублей и 4 копейки. И 98-го 56 рублей 39 копеек. Что же касается цен на валюты, давайте сейчас поговорим непосредственно о них. Доллар и евро наиболее часто употребляемые в обиходе валюты. Итак, один доллар сегодня стоит 65 рублей и 21 копейку. Он сдал в позициях и потерял почти 3 копейки. Евро 73 рубля и 8 копеек. Он тоже сдал свои позиции и потерял порядка 5 копеек. Вот такая ситуация у нас на валютном рынке. Ну, а я хочу рассказать о том, какая ситуация будет завтра. Я думаю, что это более чем актуальная информация. Завтра, как известно, состоится парад победы, пройдет бессмертный полк. Многие уже знают, что центр города будет перекрыт. Но стоит напомнить, во сколько же начнутся все мероприятия. Вот чем я сейчас и займусь. Администрация Симферополя обнародовала эту информацию и сообщила, что вообще праздник начнется в 8 утра, а с 8 до 15 на площади Ленина будет развернута выставка военной техники. В 10 начнется военный парад. Он пройдет по проспекту Кирова до площади Советской. И в нем примут участие расчеты частей Симферопольского гарнизона и механизированная колонна военной техники. Одно из самых ожидаемых событий, конечно же, в 10.45, 10.50, тире, будет, собственно говоря, обращение нашего президента Владимира Путина к народу. А в 11 часов начнется самое грандиозное событие, которого все ожидают. 40 тысяч человек, а может быть, даже больше. Бессмертный полк. Походите все, друзья. Но здесь я бы хотела сделать такую ремарку. Дело в том, что если военный гарнизон пройдет до площади Советской, то бессмертный полк, он не будет до туда доходить. Он повернет на Карла Маркса и дальше Пупавленко уже придет к вечному огню. Это для тех, кто будет ждать на площади Советской или на площади Куйбышева. Туда полк не дойдет. Но вот в 18 часов на площади Ленина начнется праздничный концерт. Ну а в 22, конечно же, все мероприятия завершит фейерверк. Дорогие друзья, мы еще раз напоминаем, что наш канал, и не только наш канал, у нас есть еще наши друзья, канал Милет, мы подготовили совершенно уникальное прецедентное событие, телемарафон, где мы будем освещать все события, которые будут происходить в городе, да и не только в Симферополе, по всему Крыму будут включения коллективов, будут интересные гости. Не пропустите это мероприятие. Да, мы там будем тоже освещать все события, и мы уже говорили, призывали, приходите туда, приходите всей семьей, вы можете принять участие и в прямом эфире рассказать историю своих героев. И можно это сделать не только в парке Гагарина, а также у нас будут работать другие выездные студии. В общем, вы нас не потеряете. Будем работать как пчелки для вас, дорогие крымчане. Но, кстати, говоря о пчелках, ведь это не просто насекомые, это символ нашего города. Да, символ нашего города. И, кстати, пчелки тоже, оказывается, умеют воевать друг с другом за территорию. Мы же не воюем, мы же миролюбивые граждане. Мы миролюбивые. Абсолютно миролюбивые. Так вот, наш корреспондент Алиса Троян разобралась, в чем же миролюбие пчел и почему они такие трудолюбивые. Во всем мире стоит острая проблема. Пчелы начали массово исчезать. Так и произошло с крымской пчелой, которая имела название Таврическая. Но крымские ученые решили найти выход из этой ситуации и вывести новую породу, которая будет отличаться особенными признаками и выносливостью. Мы пришли в гости к опытному пчеловоду, чтобы узнать, какой будет наша крымская пчелка. Здравствуйте! Здравствуйте! Олег Васильевич потомственный пчеловод. Его отец во время Великой Отечественной войны на задании нашел разрушенную пасеку. По земле были разбросаны соты, ползали ослабевшие пчелы. Тогда разведчик дал себе слово, если выживет, посвятит жизнь этим трудолюбивым насекомым. Слово сдержал, а потом передал дело и сыну. Но несмотря на все усилия Олега Мурко, подопечные его пчелиной фермы постоянно гибнут. Во всем мире основная проблема то, что массово производстве овощей и фруктов используются пестициды, гербициды. А пчелы, посещая растения тоже и с нектаром, и с пыльцой, получают эти гербициды и постепенно происходит у них накопление. И потом в один прекрасный момент проявляется то, что они становятся и бесплодными, и малоустойчивыми, к болезням и начинается массовая гибель. После войны аборигенные крымские пчелы считаются утерянными, хотя поиски этого вида продолжаются. Зоологи исследуют горную местность и леса полуострова, но табрическая пчела больше не встречается. Разновидности, которые распространены сейчас, это потомки метисы завезенных сюда карпатских, кавказских и итальянских пчел. Но у некоторых из них в генах найдены следы того самого древнего эндемика. Главное правило при общении с пчелами не делать резких движений, завязывать волосы и не пользоваться духами, потому что здесь есть свой особый парфюм. Побольше, побольше. Как говорит пчеловод, если хозяин хорошо относится к питомцам, то и пчелы у него воспитанные. Поэтому, чтобы открыть улей, Олег Васильевич не пользуется перчатками, защитным костюмом и даже маской. Но в породе он хочет вывести устойчивость к болезням, высокую медопродуктивность и способность осуществлять медосбор при высоких температурах. Это так называемый пчелиный трап. Он нужен для того, чтобы груженые пчелки не падали в траву. Им будет очень сложно оттуда выбираться. Тем более, что груженую пчелку можно сравнить с женщиной, которая возвращается из магазина с тяжелыми сумками. И поэтому им явно необходимо это приспособление, чтобы они могли беспрепятственно добраться домой. Одно из признаков породы, чтобы она была миролюбивая. Но, как правило, миролюбивые породы характерны более южным породам, где тепло, благоприятные условия. Чем севернее пчелы породы, тем они злее. Это объясняется тем, что более суровые условия и у них врагов очень много. Но это не говорит о том, что они носят мало меда. Как раз таки у пчел, которые обладают агрессивным характером, они могут достаточно много приносить меда. Существуют питомники, где наиболее продуктивные семьи изолируют от других родов, чтобы рядом не находились неблагожелательные породы. Когда новый вид обретет определенные характеристики, порода получит паспорт. У Олега Васильевича есть специальная программа для поддержки молодых семей. Расскажите о ней подробнее. Значит, мы используем, у нас это сотохранилище, так называемое, где мы зимой храним используемые пчелами летом соты, которые они сами изготавливают. В этих сотах происходит выращивание детки. Но для того, чтобы пчелы отстроили такую рамочку, мы используем, у нас есть деревянная заготовка, пчеловоды изготавливают, перетягивают ее струнами и накладывают вот такую вот матрицу. Это так называемая ващина, которую изготавливают из воска пчелиного. Это нужно для того, чтобы молодой семье легче было строить вот такие вот соты. За недолгий период своей жизни, от 30 дней до нескольких месяцев, каждая рабочая пчела меняет несколько профессий. Сначала молодое насекомое укаживает за расплодом, кормит его, потом строит соты, чистит, охраняет и затем уже вылетает и собирает пыльцу. Никогда бы не подумала, что пчелы летают на водопой, вот здесь вот им даже добавляют соль, потому что им необходимы микроэлементы и специально ракушняк, чтобы было им удобнее пить водичку. На пасеку более 30 лет не завозили никаких других пород и этот вид уже обладает рядом положительных качеств, как, например, хорошая зимовка, миролюбивость, адаптированность. Более того, на генном уровне выявлены особые изменения, которые отличают новую крымскую пчелу от других видов. Каждая порода пчелы или каждая даже линия должна быть использована в том районе, в тех природно-климатических условиях, где она лучше всего дает эффект. И, естественно, то, что мы собираемся получить путем исследования генофонда, выбора лучших, очевидно, будет несколько линий, которые будут районированы на южном берегу. Одна, на степном Крыму другая, в предгорной, горной части Крыма третья, возможно. Миролюбие, трудоспособность, качества, которые передаются по наследству. Поэтому дружелюбная крымская пчела будет внесена в единую информационную систему, что сможет в будущем возродить племенные работы и улучшить состав и качество этих работящих насекомых. Алиса Трояна, Анатолий Агеев, Утро Нового дня. Дорогие друзья, мы не устаем напоминать, что 9 мая это не только годовщина победы, великой победы, но еще и годовщина, 75-летняя годовщина освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. И в честь этого события Министерство обороны России рассекретило уникальные архивы, которые организовало в виде мультимедийной презентации, которая доступна в интернете. И вот мы вам ее, собственно, хотим показать. Вот вы видите, как выглядит этот сайт. Хочу отметить, что среди документов, представленных на портале, итоговая оперативная сфотка и журнал боевых действий войск Приморской армии, также схема оборонительных сооружений, и в том числе города Севастополя, там есть данные с аэрофотосъемки, представлены различные протоколы, акты, справки, статьи, в общем, редчайшие материалы, с которыми теперь может абсолютно каждый ознакомиться. Ну и также в архиве представлены схемы, построенных захвачками оборонительных сооружений, то есть вот то, что противник планировал сделать, там тоже есть. В общем, это действительно уникальные материалы, с которыми следует познакомиться. И, конечно же, о них будет говорить весь Крым. Как, собственно, говорит он и сейчас, что же конкретно он говорит, мы узнаем из следующего сюжета. На Южно-Бережном шоссе недалеко от Семиза столкнулись две иномарки, одна из них перевернулась. Кадры аварии попали на видеорегистратор проезжающего автомобиля, о пострадавших не сообщается. В Феодосии грузовик провалился задним колесом в большую яму на дороге. Автомобиль сильно накренило, не повезло и автобусу, который следовал по дороге Судак-Грушевка. Машина с людьми съехала с дороги, пассажир и водитель не пострадали. В Севастополе задержали бизнесмена, который продавал контрафактный алкоголь. 55-летний мужчина уже имеет собственный магазин, там он избывал некачественный продукт без маркировки. Неудачливого предпринимателя правоохранители задержали на месте. А вот как работают коммунальщики в Алуште. Пустили пыль в глаза в прямом смысле слова. В соцсетях разместили ролик «Как нельзя переходить дорогу». Материалами для учебного пособия стали кадры с видеорегистратора, на которых крымчанка не спеша переходит дорогу. Спокойствие не покинуло героиню, даже когда машина оказалась в миллиметрах от нее. Продолжение знаменитого фильма «Гардемарины. Вперед!» начали снимать в Крыму. По сюжету события разворачиваются на фоне русско-турецкой войны. В картине снимаются Александр Домогаров, Дмитрий Харатьян, Михаил Боярский, Кристина Арбакайте и другие звезды отечественного кинематографа. Ну а прямо сейчас мы можем, собственно говоря, поговорить с нашим гостем, который уже в студии. Я предлагаю к нему обратиться. Да. И я напомню, что у нас сегодня в гостях Николай Петрович Теленик, труженик тыла в годы Великой Отечественной войны. Настоящий герой, который приблизил победу. Конечно же, в преддверии этих мероприятий будем говорить, вспоминать историю. Здравствуйте. Здравствуйте. Я плохо слышу. Поближе сюда идите. Хорошо. Мы будем громко говорить. Да. Скажите, пожалуйста, как меня вести себе? Рассказывать? Рассказывайте. Мы уже работаем в прямом эфире. Расскажите вашу историю. Вас слышит вся страна. Весь Крым смотрит. Нет, я хотел бы так, чтобы я высказал, а вы сказали, так или не так. Я не пишу, а я просто так. Я поздравляю участников Великой Отечественной войны, значит, партизан и прочее, это я скажу. Затем... Николай Петрович, Николай Петрович, поздравляйте. Поздравляйте, мы вам даем слово. Да. Поздравляйте. Ну, дайте, я скажу. Минуту молчания, все. Потом перехожу к Крымской весну, Аксенова и Константиновна. Это все. И молодежь, заканчиваю молодежь, берегите отчизну, просторные дали. Вот это все. Значит, мне нужно начинать. Начинаем. Да? Тут правильно направили. Отлично. Красота. Дорогие сограждане, крымчане, уважаемые гости. Сегодня мы отмечаем 75-ю годовщину, а это 1418 дней и ночей такой был подвиг великой победе. Все меньше и меньше становится тех, что ковал победу над фашизмом. Низкий поклон и вечная память, кто не дожил до этого счастливого праздника. Прошу подсчетить их минутой молчания. Мы благодарны судьбе, что сегодня можем до земли поклониться живым героям тех огненных лет и героям крымской весны. крымчане. вам за то, что вы создали и уберегли республику Крым от порабощения. Спасибо вам за то, что вы с нами, что вы держитесь в это нелегкое время. В народе говорят, что государство это большой корабль, власть это парус, народ это ветер, а время океан. Видит все хорошо, а вот трудно предвидит, а здесь в республике Крым надо все предвидит, и направление, и скорость, и сила ветра, и, возможно, крен корабля, как это было в 2014 году. Но, несмотря на все это, здесь ведь зависело, в чьих руках находился парус, и насколько этот парус прочен, и кто держал этот парус. А этот парус держали капитаны корабля Владимир Константинов и Сергей Аксенов. Держите покрепше этот парус, чтобы ваш корабль преодолевал и бури, и рифы, и подводные течения, и чтобы все его пассажиры, люди разных национальностей Крыма, чувствовали себя спокойно и надежно. Ваши сердца открыты для людей. Всех болем и радостям нашего беспокойного мира пусть вам всегда сопутствует, оптимизм, упорство и удач. И чтобы окружающие вас люди, которые сегодня находятся в президиуме Верховного Совета, Совете Министров и Генеральной Прокуратуре, с пониманием относились, с исполнением вами гражданского долга. Ведь каждому жизнь, как награда дана, день рождения Республики Крым, мы вам рады, что жизнь вы нам подарили в награду. И сегодня друзья и родные с любовью желают вам много счастья, удачи, здоровья. И верим, что жизнь наша будет полна благородств, надежд и труда. Аплодисменты вам. Большое спасибо. Действительно яркие слова. Вся студия вам аплодирует. Вот так. Теперь я перерыв взял, а теперь молодежи сказать же в этой победе. А молодежь, которая сегодня призывается в ряды вооруженных сил великой державы России, напутствие вам. Перекиди отчизну, просторные дали. Наши старшие братья давали наказ, и сегодня вы здесь, принимая присягу наказ, чтобы дети и внуки помнили вас. А звон колоколов кафедрального собора Александра Невского будет нам напоминать не раз, а много-много раз о тех великих победах, которые совершило старшее поколение великой державы России. Ура! Ура, ура, да, ура! Вся студия снова рукоплескает вам. Николай Петрович, расскажите, как вас застала война? А, война подростком уже застала, и я работал в тяжелых условиях посильный труд, было, может, 14-15 лет, вот, как ветеран, трудились все, и после войны, особенно, Крым был освобожден, Симферополь, 13 апреля 1944 года, а Пасха была 12-го, вот так связано с этим, и весь 1945, а потом был, призывав действительно, в ряды вооруженных сил, прослужил три года с ним, ну, так, как война, 17-е не брали, а взяли позже, чуточку, когда сравняли, ну, так, трудились, все, для блага, для блага нашей великой победы, отдавали жизнь. А вот какой год был самым тяжелым в войне? Войны? Это было начало 42-й, 43-й, 44-й год, когда война и шла все это пере... Ну, выдержали все, победили, но я хочу сказать, что все-таки большое сделала молодежь и пожилые люди, не считая ни со здоровьем, ничего, а вперед и вперед. Вот так. Я, может, ну... А что приходилось делать? Что? Что приходилось делать? Особенно в сельском хозяйстве. Работает они по сильный труд. И косили, убирали хлеб. Ну, все, все то, что необходимо для быстрейшей победы, не считая по 16-17 часов. И... Ну, выжили, дожили вот уже возраст такой почтенный. Николай Петрович, а что вы делали после войны? Как ваша жизнь сложилась после войны? А после войны, значит, я сразу дослуживал свои годы во время, ну, кадровой службы, закончил три года кадровой службы, а затем продолжал работу и поступил в медицинский институт, закончил с успехом и отработал полвека, полвека отдал все. Сейчас мы так работали, как сейчас этот, как они называются, сельский врач, а доземский такой все, начиная от детей и заканчивая глубоким стариком, оказывать им помощь. Вот так. А какой специализации вы были врачом? Врачом, начиная от детского врача и заканчивая, и гинекологией занимается, и туберкулезом занимался, и неврологией занимался, то есть, как сейчас, вот, земский врач. Вот так все. Даже трехиостомию при дифтерии делал все. Брали на себя люмбальную пункцию. Люмбальную, да. А затем меня, я в районе, а затем перевели. В шестой больнице отдал 28 лет, в железнодорожной 32 года отдал. И заслуженный я врач республики. Хотя сейчас обращаются некоторые, которые меня знают. Но помогаю. Консультируете еще? Что? Консультируете еще, помогаете? В смысле консультации. вот так. Ну, раз так сказано, что ведь каждому жизнь, как награда, да надо. А здесь и вхождение республики Крым, великую державу России, прошло пять лет. Николай Петрович, большое вам спасибо за рассказ. К сожалению, время заканчивается. Ну, пожалуйста, ради бога. Это покажут по какой программе? Уже показывают. Вся страна видит. Как все? А я же должен увидеть. А мы вам в записи потом покажем. мы потом расскажем после эфира. А сейчас посмотрите. что, сейчас смотрят? Смотрят. Смотрят. А наши руководители смотрят? Все смотрят. Они первые, кто смотрят. Да? Они вообще никогда не пропускают ни одного эфира. Я почему-то, как ваше имя, отчество? Салия и Александр. Салия и Александр. А вы Силия? Салия, да. Салия и Шли Ренис Насил. Я, к сожалению, не понимаю крымско-татарский, потому что я казашка, другой национальности, поэтому крымско-татарский не понимаю. У нас время подошло к концу. Я напомню, в гостях Николай Петрович Теленик, труженик тыла в годы Великой Отечественной войны. уже после этого я нигде не выступаю. Вот это и все. А на торжество нельзя выступить, чтобы стоя подняли все крымчаки и аплодировали нашим руководителям. У Горького будет или когда торжественный Вы знаете, мы после сейчас прервемся на сюжет тоже про ветерана. И поговорим с вами, как нам быть с вами дальше. Дорогие друзья, про еще одного великого человека наш следующий материал. Ну, давайте. Говорят, война не женское дело. Раиса Андронова в составе 51-й армии прошла всю Великую Отечественную. Вспоминает, как в 19 лет совсем еще девочкой сбежала на фронт. Не могла остаться в стороне, когда узнала о наступлении немцев. И я окончила 10 классов в 41-м году. Ну вот, а была комсомолка. Я знала, что немцы будет тяжело. Родом Раиса Исаковна из совхоза Красной. Сейчас это поселок Мирный Симферопольского района. В 1941 году вместе с добровольцами уехала на Кубань. Путь был сложный. Многие до пункта назначения так и не добрались. И один раненый молодой так он кричал страшно. А я подошла думала может он воды хочет. А он дает винтовку, а я еще ее не держала в руках. И говорит сестра на убей меня убей. Сначала девчонок не хотели набирать, но к концу 41-го года выбирать уже не приходилось. Так Раиса попала в Новороссийск 143-й зенитно-артиллеристский дивизион противовоздушной обороны. Сначала я попала на прожектор. Спросил физику знаешь, ну чтоб дала луч и сама не сгорела. Им нужно было ослеплять летчиков вражеских самолетов и передавать их зенитчикам. Как работает прибор Раиса Исааковна помнит до сих пор. Все, 27 миллиметров надо поставить уголь, а потом открыть люк, поставить, закрыть люк и дать включить трубельник в самолет, чтоб был в луче. Его надо поймать, там, штангу водить. За каждый пойманный самолет на обратной стороне прожекторов рисовали звездочки. У Раисы Андроновой таких было восемь. Помогло и то, что в юности еще до войны занималась в летной секции. В 16 лет впервые прыгнула с парашютом. Поэтому, когда понадобились бойцы, ни минуты не сомневаясь, сделала шаг вперед. Командирую роты, я говорю, у меня есть документ на летчик, она хоть по кукурузинке летала и меня перевели. После Новороссийска в Сталинград уже в качестве пилота была комсоргом целой роты. Раиса Андронова служила в разведке вместе с знаменитыми ночными ведьмами. Так советских летчиц называли фашисты. Подбили ее самолет только один раз 3 февраля 1943 года. Самолет начал гореть. Ну, вот у меня ранение, тут голову зашло, нога, ну, плечо, ну, легкое. Но я, когда штурвал бросила, я еле нажала кольцо парашюта. Я спрыгнула, самолет взорвался. Позднее за мужество и отвагу, проявленную во время битвы за Сталинград, летчица получила орден Красной Звезды. Затем их дивизион объединили с 51-й армией и отправили в Крым. Как отвоевывали полуостров, забыть не удастся никогда. Самый страшный бой это Новороссийск, а потом начало Крыма. Через Чушку на Керсть переходили в сапогах по трупам. Их дивизион защищал завод имени Войкова в Керчи. Когда с заданием справились, солдаты двинулись на Симферополь. Первыми в город вошли танкисты, пехота, а потом все остальные. На Симферополь, через Старый Крым, там одержали ужасные бои, но немцы уже отходили. Дальше Румыния, Венгрия, Чехословакия. Война для Рейсы Андроновой закончилась в Братиславе. Сейчас ей 97 лет. Почти со всеми домашними хлопотами справляется самостоятельно. Дома чистота и порядок, в саду выращивает розы. О великом подвиге напоминают ордена и медали на груди, число которых она никогда не считала. Татьяна Балыкина, Алексей Семенов, Утро Нового Дня. Ну а сейчас мы вам предлагаем снова окунуться в информационное пространство уже всемирной паутиной и посмотреть о чем же там говорит сегмент интернета, какие же новости обсуждаются. Бессмертный полк прошел по Нью-Йорку. В этом году отмечается самое массовое шествие. Оно собрало 2000 человек. В строю прошли не только выходцы из стран СНГ, но и американцы, которые тоже хотели почтить память своих предков, воевавших во Второй мировой войне. Житель Екатеринбурга Роман Бутин создает необычные монеты. Его творения известны далеко за пределами России. Мужчина гравирует металлические изделия очень необычным образом. В его работах спрятаны ловушки и секретные рычаги. Каждая деталь создана вручную. 50-летний инженер из Сиэтла создал экологически чистый автомобиль. Транспорт работает на человеческой тяге. Агрегат можно разогнать до 100 км в час. Для того, чтобы повернуть машину, надо наклониться в ту или другую сторону. Автомобиль фиксирует пульс, давление и даже калории пассажиров. В сети появилось видео мощного урагана, который обрушился на Индию. Циклон ломал деревья, поднимал воздух многотонные автомобили и сносил огромные башенные краны. Властям Индии пришлось эвакуировать людей с прибрежной зоны и отменить более 220 поездов. В районе, где проходит граница между Аргентиной и Чили, можно найти огромное озеро. Оно принадлежит двум государствам. Известно стало благодаря мраморным пещерам. Раньше они были совершенно недоступны для человека из-за ледника, который преграждал путь к ним. С течением времени ледник растаял, открыв прекрасный вид. Белый кит из России напугал норвежцев. Его заподозрили в шпионаже. Белуху заметили рыбаки. Внимание привлекли ремни на теле животного. Как оказалось, их помощью крепилась небольшая видеокамера. Теперь военные эксперты в Скандинавии вполне серьезно рассуждают, мол, Белуха только на первый взгляд кажется такой безобидной. А на самом деле это русский кит-разведчик, который следил за норвежскими подводными лодками. Видимо, сказки популярны там не только среди детей, но и взрослого поколения. Ну что же, предлагаю из сети интернет перенестись на улицы Симферополя, где наш мобильный корреспондент Стефан Филатов уже готов рассказать самые последние события. Доброе утро, Стэф. Доброе утро. Доброе утро, коллеги, с добрым утром, крымчане. Сейчас мы находимся на площади Советской, неподалеку от памятника Екатерине Второй. Сюда мы добрались относительно быстро. Тем не менее, тем, кому только предстоит сюда ехать, вряд ли стоит на это рассчитывать. Дело в том, что пробки становятся все больше. По традиции они собираются в центральном районе города, а также это Московское кольцо, Буйбышевское кольцо. И дальше хотел бы рассказать информацию, полезную опять-таки для автомобилистов. В преддверии, точнее, 9 мая в связи с проведением Парада Победы движение по ряду городских улиц будет ограничено. Это будет сделано частично. Тем не менее, в этот список попадают улица Карла Маркса, улица Павленко, а также проспект Кирова. Здесь движение будет перекрыто с 5 утра до 12.30. По проспекту Кирова он также будет перекрыт еще и в вечернее время. Это будет сделано с 6 вечера и до 22.30. На этом информация актуальная, полезная не заканчивается. По этим же улицам будет запрещена парковка. Не только по этим. Сюда попадают еще и другие. Это площадь Советская, площадь Амитхана Султана, а также район Гагаринского парка. Будьте внимательны, на городских улицах будут работать эвакуаторы и дабы избежать неприятных последствий все-таки может быть некоторым стоит задуматься о том, чтобы пересесть на общественный транспорт. А он кстати будет завтра учитывать все эти перекрытые участки дороги и ехать в объезд. Маршрутов множество. Можно будет уехать абсолютно во все концы, во все направления города. А более подробно с расписаниями, с графиками вы можете ознакомиться на городских официальных сайтах, а также в социальных сетях. Студия, передаю вам слово. Слово приняли. Спасибо, Стефан. Кстати, Саля, ты обратила внимание, за Стефаном ряд каштанов был, среди них розовый каштан, очень редкий в Симферополе. К сожалению, почему-то у нас всего не больше десятка деревьев на весь город. Но это апелирическое отступление. А я предлагаю дополнить рассказ Стефана рассказом о пробках с высоты птичьего полета. И для этого я выхожу к плазме, где уже есть картинка, показывающая наш квадрат с наибольшими проблемами. Итак, как мы понимаем, основная часть движения сосредоточена в центре, вокруг кольцевых развязок, площадь имени Куйбышева. Подъезды к ней со всех сторон заблокированы пробками, к сожалению. Ну, в общем-то, я напоминаю, что без 15.9 люди спешат на работу. Киевская улица по направлению к площади стоит, по крайней мере, со стороны автовокзала. А вот между, собственно, кольцами движение вполне себе свободно. Площадь Советская здесь движение гораздо более облегчено. Мы видим, что небольшие затруднения есть на подъезде со стороны улицы Ленина. Ну и, конечно, традиционно улица Ленина до перекрестка с улицы Пролетарской всегда затруднено движение, но это характерно. Дорогие друзья, еще раз напоминаю, что если вы спешите в центр, спешите на работу, никогда, если есть возможность, разумеется, не пользуйтесь центральными улицами, ездите по периферическим, потому что затруднение движения, общественный транспорт всегда создает пробки. Такова ситуация, в общем-то, с высоты птичьего полета на городе. то все симферопольцы, вообще крымчане учтут ту информацию, которую мы уже несколько дней пытаемся донести, что ситуация действительно будет достаточно сложной, поэтому заранее все планируете, поэтому старайтесь, конечно же, свои автомобили с центра города убрать, потому что они будут эвакуированы, в итоге придется заплатить все-таки штраф, это является нарушением, ну, в общем, я надеюсь, что все легко пройдет. Дорогие друзья, еще раз, действительно, Салия правильно сказала, если не хотите платить штраф, не паркуйтесь в центре. Ну, мы движемся дальше, потому что у нас еще много интересной информации, в частности, майские праздники это повод куда-нибудь выехать. Куда? Мест много, и все они очень интересные и разнообразные, в частности, есть уникальные пляжи, а в одном из них следующий сюжет. Золотой пляж, визитная карточка Феодосии. Те, кто отдыхал здесь, говорят о красоте этих удивительных мест. Друга прибрежной зоны 15 километров. В 2018 году этот пляж возглавил топ-десятку лучших прибрежных территорий России. Завороженные красотой и чистотой песчаного ландшафта, тысячи отдыхающих останавливаются в Приморском, Береговом и Феодосии. В разгар весны пляж полон цветущих растений. Раньше в стационарных построек были только одноэтажные домики и турбазы. Сейчас пляж активно застраивается. Пляжную зону сдают в аренду. Роман – художник. К нему обратились с предложением оформить пляж. Так, штрих за штрихом, линия за линией, формируется новый восточный антураж. Администрация обязала всех владельцев пляжа дать им название пляжам. И владелец пляжа придумал название Бомбей, обратился ко мне, что какие ассоциации это у меня вызывает. Я Бомбей, курорт, Индия. И поэтому был задан стиль. Казалось бы, сделали все. Имя пляжам дали, стиль продумали до мелочей. Но вот про краснокнижные растения, которые растут под ногами, забыли. А ведь этот пляж уникален тем, что свои корни в его сухой почве пустили редкие, особенно стойкие и выносливые растения. Местная флора практически полностью занесена в Красную книгу России. Песчаные пляжи, они вообще уникальны по себе. Это небольшая полоска, там шириной 5-10 метров, и там обитают только те виды растений, которые могут жить исключительно там. Они больше в другом месте нигде не могут жить. О создании здесь заповедной зоны речь не идет. Оценить уникальность флоры дано только специалистам. Ни толпы курортников, ни местные власти закрывать пляж не планируют. Для того, чтобы создать заповедную зону республиканского масштаба, ну, наверное, недостаточно. Здесь произрастает каких-то краснокнижных растений. Благоустройство набережной лишило Крым еще одной природной достопримечательности. Тракторы безжалостно распахали такую редкую для нашего полуострова песчаную дюну. Уничтожили всю растительность, и в первую уже зиму этот песок, естественно, не закрепленная растительность, он сдулся ветром на проезжую часть, фотографии у нас есть в отчете, сдулся вот туда в населенный пункт, сразу ширина пляжа метров на 5-10 уменьшилась. Правда, гостей и жителей поселка такие подробности интересуют мало. Для них важнее, чтобы было чисто и удобно. О судьбе редкой флоры они не задумываются. Там трава непонятная, там ящерицы, там несколько раз змеи и детей кусали. На самом деле, потому что там не пускают якобы эта трава какой-то красной книги, такой пляж иметь и не иметь ни дорожек, ни лавочек. Море есть, песок есть, больше ничего не нужно. Почистить бы только. Очень много, правда, мусора, и за собой не убирают никто, то есть люди приезжают и оставляют после себя гору мусора. Уникальные растения, море Диуны, все это сочетается в одном природном комплексе под названием «Золотой пляж». Хочется надеяться, что потомкам останется не только ровная и комфортная площадка для принятия солнечных ванн. Ольга Литвиненко, Алексей Староженко, утро нового дня. Ну что же, я предлагаю прямо сейчас перейти к следующему пункту, обязательному пункту, потому что наши коллеги из новостейной студии наверняка будут рады нас услышать. Гульнара Йодина, доброе утро. Здравствуйте, Гульнара. Здравствуйте, ребята, рады видеть вас. Как началось утро нового дня у вас? Прекрасно, как всегда, с бодрой чашечки. Сегодня зеленого чая и прошлась немножечко по своему участку, проверила вредителей. 40 розовых кустов не высадили? Розы собираются уже зацвести, набрали цвет, такие прекрасные будут бутоны. Жду не дождусь. Действительно, маята тут в то время. Гуля, высадовод, заядлый. Ну не заядлый, но как-то стараюсь, чтобы ландшафт, дизайн соответствовали одному тому же стилю, чтобы были высажены все растения правильно, чтобы было соблюдено их соседство. Но мы с вами об этом поговорим. Я обязательно с вами хотел бы это все обсудить. Гульнара, скажите, что у вас сегодня на повестке дня? В утреннем выпуске новостей мы покажем, как проходила в Симферопольском районе акция «Зажги свечу памяти». Кроме этого, наши журналисты подготовили репортаж о том, как Крым готовится к курортному сезону. Оставайтесь с нами. В течение дня вы первыми увидите еще много интересных и важных событий. Спасибо. Спасибо большое. Гульнара, ну и напоследок, мы все стоим в преддверии и в ожидании великого праздника. Пожелайте что-нибудь теплое, душевное, яркое крымчанам. От всего сердца, от всей души всем желаю в этот светлый праздник, День Победы, Добра, Любви, Мира. И нам необходимо приумножить то, что когда-то защитили и отстояли наши с вами предки. Мы должны это приумножать и нести будущему поколению, передавать. Не забывать. Мы не забудем. Спасибо большое. Замечательно сказано. Ну, а на этом мы прощаемся с Гульнарой. Но хотелось бы сначала еще напомнить нашим зрителям, что несмотря на то, что завтра выходной, мы этот день проведем вместе с вами. Поэтому включайте свои телевизоры уже в 7 утра. Для вас мы подготовили шикарный телемарафон. В течение всего дня будем рассказывать о всех событиях, которые проходят и в Крыму, и в Симферополе в частности. И мы, например, с Сашей, будем работать в парке, Гагарина. Об этом с вами говорили и приглашали вас туда к нам в гости присоединиться. Мы открываем это мероприятие. И если, дорогие друзья, у вас есть что рассказать, рассказать о подвиге своего родственника, непременно сделать. Такая возможность вам предоставится. Дорогие друзья, но, к сожалению, время нашего эфира подходит к концу. Мы рады были сегодня его провести с вами. Мы рады, что это утро. Вы начали вместе с вами. Конец. Я желаю вам продолжения этого дня, чтобы все у вас сложилось очень хорошо. Надеюсь, что бодростью и хорошим, позитивным настроением нам удалось вас зарядить. В преддверии 9 мая все-таки самое главное, друзья, наше пожелание – берегите мир. Ну и еще раз с наступающим праздником. Всего хорошего и до завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...